я не понимала почему не такие ужасные вот такие баночки но вот этого не отвратительно в американских этих унц унцы короче как это называется и всего вышло 490 долларов вы еще этим даже не занимались и не делали супер 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 боже мой сколько сомнений у меня было вот такие вот дела всем привет большое спасибо что открыли мое видео у меня тут прям все сиреневого оттенка я правда не думала и не планировала как-то все сочетать но я так обожаю этот оттенок потому что как можно не любить этот лавандовый свитер предыдущем видео я показывала вам что у меня появился новый друг новая жертва так сказать и пока что с ней все хорошо она у меня красуется теперь на фоне я прям чувствую себя как каких-то тропических лесах я всегда так говорю в общем видео сегодня супер 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 волнительное для меня берите обязательно что-нибудь тепленькое попить вкусненько похрустеть и я желаю вам приятного просмотра а и перед тем как я начну обязательно заходите ко мне instagram там мы сможем с вами больше я не знаю как как мне это просто сказать я просто не знаю давайте покороче я решила открыть свой бренд свечей просто откуда откуда я решила это сделать почему я решил это сделать почему я не боюсь этого делать боже мой сколько сомнений у меня было сколько мыслей давайте начнем по порядку у меня здесь мой любимый блокнотик все расписано чтобы я не забыла поговорить обо всем о чем хотела и давайте я расскажу вам о моем решении делать свои свечи откуда она вообще появилась и почему во первых скажу вам сразу что заниматься свечами может человек только тот который это любит который творческий и которому это прям по душе он как-то вот неравнодушен к свечам и это про меня естественно я себя помню еще с детства когда покупала свечи во всяких таких магазинчиках непонятных я не понимала почему у них такое говняное извините за выражение качество я не понимала почему не такие ужасные я не понимала почему у них портится форма когда их зажигаешь и тушишь почему них ужасные запахи отвратительные какие-то химозные ну и наверное еще с того времени начинался этот путь к чему я пришла сейчас так как я наверняка не была готова в 12 лет открывать какой-то свой бизнес поэтому я естественно об этом даже и не задумывалась какое отношение я имею к свечам во первых я обожаю свечи во вторых для меня очень важно вообще чтобы свеча была красивая чтобы она очень классно пахло вот мне очень трудно найти какую-то хорошую свечу которая классно по я всегда зайду в магазин и 90 процентов свечей мне не нравится я очень переборчиво и мне прям всегда хочется как-то поправить немножечко качество поправить немножко запахи которые есть в свечах ну и я обожаю смотреть на свечи я люблю зажигать всегда и везде в любое время года откуда у меня зародилась такая мотивация делать свои свечи все очень просто в этом мире очень мало хороших качественных свечей я хочу исправить эту ситуацию я хочу делать качественно натуральные свечи с хорошими ароматами и самое главное для меня наверное больше чем сама свеча это оформление и и для меня это супер важно я не помню уже если я вам говорила во первых или во вторых но на всякий случай скажу вам во вторых я очень творческий человек я очень люблю что-то делать своими руками последнее время происходили такие ситуации которые подталкивали меня к свеча одна блогерша на которую я подписана она пошла на мастер-класс и сделал офигенные свечи я посмотрела на это и подумала блин как здорово вот бы у нас были такое вообще мастер-классы какие-то на которые можно ходить и делать какие-то свои свечи следующее это мне просто мама написала почему у тебя не делать свои свечи на этот вопрос сразу ответил мой разум как и отвечает любой человек это супер дорого это затратно и сейчас все делают свечи и никто с того не зарабатывает все вот такой был мой ответ но потом что-то у меня переключилась в голове и я как-то начала идти к той мысли что я реально могу делать свои свечи и мне это уже нравится мне уже нравится то с чего еще даже не попробовал и не сделала наверное так чувствуется все-таки свое какое-то предназначение в каком-то деле когда вы чувствуете что вам это нравится и вы от этого уже кайфуете вы еще этим даже не занимались и не делали надеюсь меня кто-то помет где-то тут я вам покажу пример наклейки которые я придумала logo и честно я думала очень долго и хотела придумать какое-то название как в котором будет таиться какой-то смысл глубокий что-то необычное а потом я подумала людям это не нужно люди не любят слишком много думать им нужно просто и понятно ну и красиво желательно бренд моих свечей будет называться inside ну думаю вы поняли что это значит внутри тебя внутри вас очень краткое объяснение что это значит так как сверху на логотипе будет написано inside you под самим лого будет написано какое-то название свечи то есть аромат например тропические фрукты или осенний плед смысл получается очень простой сверху написано inside you под этим написано например сладкие фрукт и получается что внутри вас вы чувствуете сладкие фрукты когда зажигаете мою свечу мне кажется это как-то получается игриво интересно и просто нету никакого особого там значение и какой-то истории вы заметили что когда я говорю о чем то что мне очень нравится я очень быстро говорю так что я немножко замедлюсь чтобы у вас не болела голова давайте я вам сразу расскажу и скажу сколько я вложилась уже во все что я купила сейчас вы не видите эту гору коробок которую я храню уже несколько недель все ждала вам снять видео и показать пока пришли все мои посылки вот сейчас уже все я получила поэтому в этом видео я также поделюсь с вами всеми товарами которые я уже заказала и наконец-таки скоро я начну тестировать и начинать делать свечи самое главное это начнем с весов потому что нужно считать грамм и нужно чтобы все было посчитано поэтому я купила себе весы и я буду вам говорить в долларах практически все что мне нужно для свечи я заказывала с одного американского сайта я вам скажу это так трудно было найти какой-то сайт американский и чтобы он доставлял в израиль это вообще очень сложно нами очень сложно для нас доставка супер дорогая она иногда дороже даже чем сама сумма всех товаров вместе в общем я разделила один заказ на два для того чтобы не было налога так как у нас выше 75 долларов уже берется налог одна посылка вышла мне 111 долларов и 2 94 доллара также заказывала две посылки с амазона 28 долларов и 42 доллара одна из крупнейших моих покупок и наверное менее касающиеся свечей это принтер и чего мне нужен принтер для того чтобы печатать самой наклейки и различные документы квитанции я знаю что мне понадобится еще немало поэтому я его заказала и я купила самый дешевый но очень качественный принтер за 201 доллар и всего вышло 490 долларов не пугайтесь этой суммы потому что опять же повторюсь я в израиле и здесь цены соответственно зарплате поэтому у вас возможно все эти купленные товары они стоят в два раза дороже так что пока что это мое первое вложение естественно дальше меня ждет еще немало вложений надеюсь я немного наболтала потому что у меня тут куча покупок я хочу вам все показать первое это вот такие кухонные весы тут ничего интересного но все же делиться я очень люблю вот такие красивенькие весы голубом оттенке тут две тач кнопки для того чтобы абсолютно все измерять и здесь можно измерять как в килограммах так и в как они там в американских этих унц унцы короче ункции неважно это мне не понадобится в общем самое первое самое нужное это весы кухонные либо просто какие-то мини весы которые могут чувствовать там прямо до одного грамма и так первые две коробки это с америке то что заказывала я вам оставлю ссылку на сайт в случае если вам будет интересно посмотреть что да как но уже вам скажу что заказывать еще раз я там не буду и позже объясню почему это первая коробочка это самое главное что есть естественно а я вам не объяснила даже какие свечи хочу делать у меня будут свечи натуральный 0 процентов парафина этого дурацкого ядовитого парафина который находится везде в свечах со всех магазинов даже самые популярные датом body works и что еще есть а и yankee candle они используют парафин и качество свечей у них отвратительное несмотря на то что они очень красивые популярные запахи у них бывают классные но качество ужасное так что я хочу делать свечи с натурального воска то есть соевый либо кокосовый в дальнейшем конечно я посмотрю что да как ну пока что начну соевого вот такой первый воск я заказала и он пришел мне уже как бы в такой упаковке который открываешь и там он насыпан я думаю что он был в каком-то особом пакетике но нет пахнет каким-то медом заказала два вида воска для того чтобы их тестировать я так поняла что тестировать придется очень много пока я не найду идеальное прям сочетание чтобы у меня все сочеталось между собой хорошо работала я заказала по одному килограммчику на прям вот на несколько свечей чтобы потестировать дальше у нас тут предупреждающие наклеечки вообще я не знаю как это все называется я только начала этим всем интересоваться поэтому если что вы исправляете меня если я буду что-то неправильно называть вот такие вот наклеечки обязательно должны быть на каждой свече несмотря на то что абсолютно никто это не читает и всем как-то без разницы все знают как работают свечи это обязательно должно быть для того чтобы свечи были легальными для того чтобы их легально продавать тут упаковка получается 100 штук 100 наклеечек следующее это наклеечки вот такие вот наклейки для фитиля они клеятся на донышко баночки и к этой наклейке уже клеится фитиль для того чтобы он никуда не сдвинулся далее тоже очень важная вещь без которой вообще работать невозможно вот такой вот термометр возможно кто-то им пользуется для кухни для приготовления каких-то блюд но самое классное это то что здесь можно переключиться на celsius то что очень важно для меня пока что буду пользоваться такой штукой я знаю что но очень медленно возможно работает в дальнейшем я куплю такой вот лазерный пистолет на сетку пистолетик который стал популярный во время пандемии но пока начну с вот этого термометра и посмотрим как я буду с этим работать следующие вот такие вот ножницы кусачки для того чтобы обрезать фитиль очень качественно и красиво сделаны правда очень трудно и больно им управлять но посмотрим на деле самое главное забыл вам сказать что у меня будет два типа свечей это будут одни свечи которые будут с обычным фитилем и вторые свечи они будут с деревянным если вы о них до сих пор еще не знаете обязательно посмотрите почитайте потому что мне кажется они намного круче и и создают такую более уютную атмосферу чем свечи которые мы привыкли за всю жизнь буду пробовать потому что это все не просто заказала на пробу 10 штучек такие деревянные фитили очень тоненькие я боюсь их сломать я уже так предвкушаю свечи в которых будет звук потрескивания боже мой как же это будет офигенно всегда мечтала таких свечах приобрести себе но они настолько дорогие что мне всегда было жалко на них денег здесь тоже 10 штук у меня даже руки дрожат от волнения они прям как косичка и мне кажется что их пропитали воском потому что их прям невозможно никак сломать вот такие красивые фитили коротенькие и они уже вместе с держателем фитиля держателем наверное это так правильно говорить тут я накупила целых 50 штук это держатели для железных фитилей что еще сказала это держатели для это держатели для футы я уже перестала нормально разговорить такие держатели для деревянных фитилей сюда вставляется фитиль посредине и внизу приклеиваются к баночке и последняя в этой коробке это второй вид воска и здесь очень интересный воск потому что он не полностью соевый я так поняла что с стопроцентным соевым воском очень трудно иногда работает потому что он имеет свойства как это называется я знаю как это будет на английском фосте появляется как такая паутинка на стенках банки это выглядит не очень красиво я где-то точку покажу и вы поймете о чем я говорю здесь получается смесь соевый воск кокосовый и пчелиный пчелиный воск между прочим очень дорогой поэтому его никогда не использую сто процентов ну или люди которые готовы потратить миллионы только на этот воск пахнет натурально пахнет каким-то шоколадом как я хочу уже в растопить и попробовать следующая коробка из амазона и тут у нас вот такой горячий пистолет пистолет горячего воздуха пистолет с горячим воздухом короче вот такой вот пистолет и такое впечатление что это покупка для какого-то мужчины для не знаю для строителя здесь все очень просто здесь есть такая кнопка включить и второй режим подогрева наверное получается вот такой вот пистолетик с очень высокой температурой и я уже купила к нему переходник от американской вилки так как мне прислали с американской я с этим что не могу поделать если вы не в курсе то каждая свеча которую вы готовите она когда застывает то верхушка иногда бывает не гладкой не выровнены ну и собственно говоря для этого я купил этот горячий пистолет для того чтобы нагревать верхушку после того как свеча уже готова тем самым свеча уже застывает с ровной верхушкой вообще эта покупка вроде как не обязательно они все этим занимаются но на случай если у меня будут появляться свечи с не идеальным верхом а я супер перфекционист в этом плане то будет такой пистолетики он меня выручит еще одна посылочка с амазона то где я буду топить воск это питчер вот такой вот питчер небольшой по моему здесь два или три литра я не помню здесь где-то 4 литра четыре с половиной пока что он выглядит очень красиво я думаю что он превратится потом в черный когда я буду очень много использовать надеюсь я смогу с ним работать хотя бы первое время здесь вот такой вот удобный носик удобные пока еще ничего не сделала и говорю удобный будем надеяться что он будет удобный еще очень интересную штуку я купила точнее штуки здесь их 20 штук сколько раз я сказал штук тоже держатели для фитиля 20 держателей для фитиля это вот такие вот железные штуки которые кладутся на баночку и в середине вы видите есть вот такое вот отверстие которое я должна буду протянуть фитиль чтобы он был идеально посередине чтобы никогда не совался и не сдвинулся заказала 20 штук так как я считаю что пока что за раз я не буду делать больше чем 20 и даже наверное 20 в дальнейшем если я буду делать за раз 100 свечей то куплю себе 100 таких штук давайте перейдем к самому интересному и это запахи которые заказала это ароматические масла ни в коем случае не эфирные потому что зачастую люди думают что свеча с эфирным маслом это круто это здорово это очень полезно но на самом деле они очень дорогие нужно использовать вдвойне больше так как у них очень слабенький аромат поэтому если вы думаете что натуральная свеча она должна быть с эфирным маслом то вы ошибаетесь для этого есть ароматическое масло которое также она не содержит каких-то вредных веществ но и дает очень сильный аромат это есть главная причина почему люди покупают свечи потому что хочется очень классную свечу чтобы она горела и раздавала по всей комнате или квартире какой-то офигенный аромат ой здесь у меня их столько я попытаюсь очень быстренько вам все показать во первых я хочу вам показать какие здесь были упаковки каждая бутылочка была упакована вот такую решеточку даже сюда и запах супер экологично и неудобно вообще молодцы у меня сразу же за секунду в голове появилась мысль что я обязательно буду свои свечи продавать именно вот в такой упаковке самый минимальный минималист самый минималистичный экологичный и простой вот так вот выглядят масла которые я по заказывал заказала себе 11 штук если я не ошибаюсь очень красивое оформление единственное что меня смутило это то что она сделана из стекла любое мое движение и все с другой стороны и молодцы что не используют пластик но все таки я думаю что ради безопасности наверное стоило бы в пластик наливать с маслами конечно очень интересная история потому что я подумала что раз это американский сайт американское качество наверняка у них качество офигенное и все запахи будут классные я заказывала без сомнения вот в таком количестве то есть здесь 50 грамм на самом деле у них не было на выбор меньше я бы заказала себе вообще тестеры но к сожалению тестеров небо 50 процентов мне не понравилось абсолютно я не знаю как я их буду использовать и что мне с ними делать начнем с первого запаха это apple candy я хотела заказать запах яблок но не было просто запах яблок какой-то apple candy запах я не знаю мне не нравится наверно у меня будут проблемы с этим потому что мне нужен идеальный запах яблока могу себя успокоить только тем что мне придется очень много делать тестов и все эти свечи конечно же не пойдут на продажу поэтому мне нужны какие-то масла для того чтобы понимать какой будет аромат сколько процентов него добавлять и вообще как она будет сочетаться с моим воском следующий аромат был седра воды жасмин и я вообще не фанатка таких ароматов но этот самый самый прям натуральный аромат именно жасмина здесь короче только запах жасмина максимально цветочный аромат прям вот на весну я специально заказала несколько таких цветочных ароматов для того чтобы делать какие-то свечи все-таки к весне wild mint этот запах меня порадовал но ассоциации с жвачкой orbit просто жвачка orbit и все очень хороший аромат мяты но мне кажется что он будет слабоват для свечи я уже так все критикую как будто я попробовала сделать свечу но я почему-то так полагаю самый ужасный аромат из всех это было wild berries я не знаю я не знаю что делать с такими ароматами которые мне не по душе может быть клиентом моим будущим прям офигеть как будто нравится но я не буду кайфовать от этого процесса аромат ванили с ванили у меня вообще проблемы я ее ненавижу ненавижу запах ванили вообще во всем в кремах в свечах только максимум в еде если на вкус но вот этого не боже мой аромат ванили очень сильный и настоящий я думаю что людям бы понравился такой аромат балочка с ванилию она прям самая-самая желтая из всех для ванили я могу дать прям 5 с плюсом потому что полностью соответствует описанию следующий аромат лаванда прям как мой свитер лаванда отвратительная пахнет я не знаю как она пахнет это не лаванда у меня есть эфирное масло лаванды и это два разных масла уверена в том что когда масло будет добавляться воск горячий то запах будет немножко меняться и надеюсь в лучшую сторону тут есть какой-то дешевый запах дешевых духов очень сладких приторных я конечно же планирую делать сочетания потому что мне не хочется просто брать вот так вот запах и наливать я хочу делать какие-то свои композиции придумывать свои ароматы лимон и лайм вот этот аромат напоминает мне в детстве какую-то конфетку лимонную конфетку даже не знаю как свеча будет с этим пахнуть скажем на троечку нормально у меня садится камера не то не нравится christmas tree fragrance oil я думала что здесь будут обалденные ароматы каких-то шишек или аромат самой елки но аромат оказался никакой просто аромат сахара это настоящий фейл что я бы заказала думала будет какой-то необычный запах следующая english пир н фрэш я фрэш я фрэш я короче груша и фрэс я надо проверить что это такое вообще в общем это фризия если я правильно говорю и здесь тоже такой аромат весенний я не могу с этих запахов потому что они ужасные на следующий аромат клементина и я очень хотела заказать мандарин точнее нет апельсин потому что я очень люблю прям запах апельсина и заказала клементину и это самый ужасный аромат клементина которая когда-либо нюхала настоящая химия а не клементина это тоже все пойдет на тестирование этого масла мне не будет жалко абсолютно вот и собственно говоря причины почему я больше не закажу на этом сайте так как доставка очень дорогая платила за доставку практически как за покупку всех товаров то есть цена была даже немного выше а самое ужасное никогда в жизни в жизни просто в жизни не покупайте вот этот запах pink champagne и я думала что это будет какой-то необычный запах шампанского которая могу сочетать с какими-то фруктами будут что-то необычное и когда открыл ту баночку позже меня я не могу это нюхать у меня сразу начинает болеть голова это запах какой-то вода с плесенью это невозможно нюхать это просто невозможно самый большой мой провал это вообще взять этот запах отвратительно а и все в принципе в принципе это все ароматы я уже готовлю себе новый список новых ароматов с другого сайта вот такие вот дела приходится искать пока найдешь тот аромат который хочешь потратишь куча денег но ничего не поделаешь я и в жизни не продам человеку какой-то товар в котором я не как-то не уверена или мне вообще даже что-то в нем не нравится самое волнительное для меня наверное было выбор баночек это прям самое главное потому что это то на что будет смотреть человек это что-то что должно привлекать глаз и быть красивым интересным и необычным я очень долго искала эти баночки на различных сайтах везде абсолютно везде и еле-еле нашла то что именно я хочу ну и сейчас я вам покажу что же я получила заказывала я их с амазона и больше в жизни не закажу заказала упаковку на 12 банок и получила 10 посмотрите внимательно видите ли вы 12 банок короче говоря здесь две банки разбиты в дребезги просто вот так по всей коробке жду пока мне ответят насчет этого ну давайте я вам в общем покажу какие именно банки я планирую использовать вот такие баночки я буду использовать для своих свечей для меня этот цвет это какой-то уют тепло комфорт я не знаю мне не хочется делать какие-то обычные прозрачные свечи как вот продаются везде и все делаю таких я нигде не видала правда в магазинах может быть где-то я не знаю в америке или в европе но здесь я таких не видел блин я боюсь даже себя порезать я прям так аккуратненько держу потому что здесь все реально в осколках это это катастрофа так заказывать потому что если заказывать еще много тебе нужно 300 свечей к примеру в месяц ты получаешь их потресканные они все поломаны то это не очень хорошо как бы и вторая проблема в этих баночках для меня как для перфекциониста очень мешает вот здесь на донышке видите есть вот такой круг посредине но есть такие баночки в которых это этот круг он не посредине и возможно вы подумаете блин это все равно с китая они все равно делают одно и то же посмотрите на крышку этой банки я не знаю если вы видите на ней есть царапины как можно продавать свечу на которой есть царапины с ними ничего не поделаешь я не планирую клеить сюда какую-то наклейку так как это будет уже слишком много для меня вот здесь посредине наклейка это все что должно быть эти банки стоили где-то больше 25 долларов и это все это продавать нельзя чисто дома использовать на пробу сейчас нужно очень быстро пойти помыть руки пока я ничего не почесал потому что может пойти где-то кровь неожиданно размер моих баночек это будет 8 узи я уже даже так привыкла говорить так это 240 235 миллилитров для начала это будет такой размер для того чтобы я привыкла как-то готовить потом мне будет чуть побольше потому что я сама по себе люблю очень крупные свечи которые прям можно купить использовать ее полгода но и один из последних самых дорогих моих покупок это был принтер это был струйный принтер я долго думала я прям два дня сидела ломала голову и не понимала вообще что мне заказывать и чем струйный принтер отличается от лазерного в итоге я пришла к выводу что мне лазерный не нужен абсолютно так как он слишком дорогой и пока что мне не нужно чтобы принтер был какой-то сильно крутой для того чтобы всего лишь делать наклеечки на свечи вот такой вот принтер я заказала это принтер от фирмы hp для меня это самая известная хорошая фирма это принтер называется smart tank вот такой вот принтер и он идет вообще без картриджей вместо того чтобы ходить и покупать эти картриджи которые даже дорого стоят и они очень быстро заканчиваются в обычном струйном принтере то здесь вам хватает комплекта которые здесь есть здесь есть три цветные бутылочки и три черные если я не ошибаюсь всего этого чернила вам хватает на три года вы представляете для меня это не на 3 конечно намного больше так как я не планирую слишком много печатать но сейчас я не буду его распаковывать потому что это возможно вообще никому не интересно это всего лишь принтером у всех есть дома все наклейки и собираюсь делать только сама я уже искала в интернете везде абсолютно где можно заказать еще вам не сказала что я хочу чтобы у меня наклейки были не просто на какой-то белой бумаги я хочу чтобы у меня наклейка была из такого материала как вот крафт крафт материал надеюсь вы понимаете чем и говорю это прям не свечи а какая-то мечта которую я воплачу в реальность я всегда смотрела в пинтересте на такие свечи думала блин где же такое купить где люди такую красоту берут я вам не объяснила еще как я буду делать наклейки я вообще сама не думала и не знала как я это буду делать но я нашла один сайт также американский которым вы можете просто сделать себе заказать себе наклейки готовы вашим логотипом или какими-то надписями и получить их уже готовы но я посчитала сколько это выходит и обалдеть сколько это выходит а в основном выходит дорого доставка доставка в израиль поэтому я поняла что мне дешевле купить принтер за 200 долларов и самой печатать их и заказывать себе только наклейки пустые я могу заказать себе несколько листов какой-то там бланк и на нем вот наклейки допустим 200 наклеек я заказываю себе и использую для своего принтера на нем печатаю для меня это выходит намного дешевле чем заказывать готовый и с другой стороны я не знаю как они это напечатают понравится ли мне или нет и я не хочу просто так тратить кучу денег еще один плюс того что я буду сама в основном все делать это конечно же когда ты творческий человек ты хочешь сделать все сам они чтобы для тебя все делали и возможно кто-то не может прочувствовать то что ты хочешь внести какие-то там изменения или что-то добавить и для меня это лучшее решение делать то что я смогу сделать сама я обязательно сделаю сама для того чтобы чувствовать что я строю сама свой бизнес и не прошу кого-то там делать за меня работу с другой стороны это очень полезно когда у вас какие-то уже количество сумасшедшие вы ничего не успеваете естественно кто-то это может делать для вас спасибо что послушали это видео возможно вы тоже начинаете только подумывать о том чтобы сделать свои свечи открыть свой интернет-магазин я буду очень рада вашим комментариям и как-то сдружиться с такими же творческими людьми как и я ну я буду делиться естественно с вами понемножечку своими планами и действиями и куда я двигаюсь и как я желаю вам самого прекрасного настроения посылаю вам весеннее вот такое вот настроение атмосферу и мы уже очень скоро с вами видимся